Полтора часа на телефоне и более 30 вопросов и ответов. Глава администрации столицы Чувашии провел прямую линию с горожанами. Светлана Маркова, которая живет рядом с Красной площадью, улица Ленинградская, дом 14, первая, дозвонилась на прямую линию к Алексею Ладыкову. У нас широкий тротуар. Это историческая часть города. Вот дом наш, нам представляет, на пробочеванского драмтеатра. И систематически паркуются автомобили. Вы знаете, вот по 5, по 6, по 8 вдоль дома, впритык к дому. Выезжает задним ходом, чуть ли не давит людей. На тротуаре автомобиль стоишь? Да, на тротуаре. Такая боль, мы просто боимся за жителей, за детей. Глава администрации совместно с ГИБДД обещал решить вопрос и поставить ограничители на тротуаре, чтобы нарушители просто не смогли въехать на пешеходную зону. Это был не единственный вопрос, связанный с парковками. Житель дома 80 по улице Богдана Хмельницкого рассказал, что он является инвалидом и не может парковаться рядом с домом, потому что там установлен знак «Остановка запрещена». А раньше вместо него был другой «Стоянка запрещена», который разрешает людям с ограниченными возможностями останавливаться в зоне его действия. Жильцы домов около Николаевского рынка пожаловались, что продавцы торгового комплекса заполняют их мусорные контейнеры испорченными овощами и фруктами. Контейнеры освобождаются ежедневно, но в течение дня они опять заполняются рыночными отходами. Лето жаркое, все это гниет, вытекает из контейнеров. Связаться с собственником Николаевского рынка записал себе глава администрации Чебоксар. Как всегда, актуальными были вопросы по поводу строительства детских садов и школ. Звонили из микрорайонов Лента Садовой. Меня зовут Николай. Хотел уточнить, у микрорайона Лента там будет школа или нет? По микрорайону Лента действительно много обращений. Мы понимаем, что школа в этом микрорайоне нужна. И в рамках национального проекта «Демография» мы занимаемся проектированием и строительством школ на территории города совместно с правительством республики. В этом году школа «Микрорайон Должский 3». Следующая школа, исходя из выделенных федеральных средств, планируется в микрорайоне Садовой, но та следующая в микрорайоне Лента. В сегодняшний день мы занимаемся формированием земельного участка и проектированием. По нашей оценке, начало строительства школы может начаться в 2021 году. В столице Чувашии в этом году будет построено 10 дошкольных образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография». На их возведение из федерального бюджета выделено 516 миллионов рублей. Софинансирование из республиканского – 32 миллиона. Первый детский сад уже открыли в день республики в микрорайоне Соленоя. На очереди Садовый, Университетский 2, Новый город, Кувшинка, Солнечный и поселок Сосновка. Дозвонились и обманутые дольщики жилого комплекса «Ривьера». 22-этажный дом на площади Речников должна была построить фирма «Старко». Застройщик обязательства не выполнил. С 14-го года там у тебя Чебахар стоит дом, и он уже 5 лет строит, только он 13-этаж только перекрытый, а там 23 должно быть. У нас на территории города несколько проблемных объектов, и мы ведем работу. Работа сложная. На сегодняшний день мы совместно с Минстроем, с компанией «Старко» ищем нового инвестора, ищем новых партнеров, которые бы зашли на эту площадку и смогли завершить строительство этого дома. Мы надеемся, что в следующем году возобновится строительство. Всего на прямую линию поступило 39 вопросов. Все они будут рассмотрены. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.